Всем привет! Я сегодня хочу вам показать несколько покупок, которые я сегодня совершила. Первое, то что я сегодня купила линзы, которые заказала по интернету магазин и сбегала уже их взяла. То есть приехал курьер, чтобы не выходить ему из метро, я решила сама спуститься в метро и забрать линзы. И по ходу действия зашла еще в продуктовый магазин. Я думаю, что молоко особо будет не интересно смотреть. Обычно просто квашено молоко и отборно. И плюс взяла еще петеленькие котлетки. И как я могла пройти еще мимо подружки, да, да, я зашла в магазин, который называется подружка, и там я закупилась. Хотела одно, но не удержалась, много что взяла. Итак, давайте для начала я покажу линзы. Я же начинала с них. Ношу я линзы вот такие. У меня зрение минус 3. Так, сделала я заказик в глазном центре. Называется он «Видеоэкология». Взяла пакету из подружки. Взяла расходный материал, это носки. И крем-активный сжигатель жира, который уменьшает объем подкожно-жировой клетчатки. Я довольна вот этим гелем. Мне он очень помогает. Плюс еще я делаю обертывание. И, знаете, он убирает, по крайней мере, вот у меня лично, он убирает объемы, которые иногда нарастают в виде ушек. Поэтому вот пользуюсь я вот таким сжигателем жира. Взяла вот такие цветные резиночки от «Леди Пинк». Вот такую косметичку, она прозрачная, объемная. Кстати, вот такие косметички очень удобно брать с собой, поездку, даже на пляж. Положить туда крем для загара, после загара, косметичку там в виде зеркальца. Или просто попудрить носик, можно и прокладки положить. Так что, в принципе, очень удачный вариант, прозрачный тип. Взяла пилочку от «Эссенс». Пилочка подготавливающая. Взяла три шампуня. Это кофейный, морковный и томатный. Что написано с обратной стороны. Иногда я думаю, в принципе, полезно ли показывать продукцию, что написано с обратной стороны. Просто для интереса. Нужно это людям читать, что написано на обратной стороне продукта. Крышка открывается легко и просто. Здесь защитная пленка, фольга. То есть, надо открутить, и тогда вы можете использовать этот шампунь. Взяла еще одну пилку. Здесь очень много шагов. Целых шесть штук. Так, пилочка от «Эссенс», и она профессиональная. Взяла два средства для депиляции. Первый – это крем для депиляции, для чувствительной кожи. И он предназначен для подмышек. Здесь есть подробная инструкция, как им пользоваться. Вот так тюбик выглядит. Честно могу сказать, я еще им не пользовалась, поэтому сказать о нем ничего не смогу. Беру впервые. Защитная есть фольга. Также в упаковке прилагается лопаточка. Это мусс для депиляции с соком алоэ веры и маслом ши. Здесь тоже есть инструкция, как им пользоваться. И вот такая тут пимпочка, на которую вы нажимаете, и мусс распределяется. Но предварительно рекомендую, нанесите на отдельный участок кожи. Посмотрите, есть ли какая-нибудь, возможно, аллергическая реакция или реакция-раздражитель после этого мусса, допустим, может остаться. Поэтому, конечно, предварительно нужно нанесить на отдельный участок, а потом уже можете пользоваться, если у вас не возникли какие-то непонятные пятна. Ну, это я предположительно так говорю. Так что попробуем. Как раз время пляжное. Надо, чтобы растительность всю убрать. Я как-то понимаю, что каменные люди не брились, не мылись, ходили, как волосатые обезьяны. Но сейчас современный век, и поэтому не хочется ходить обезьяны. Одеть юбочку с голыми ножками, походить, и чтобы волосики не торчали. Так что лучше... А, и обязательно, конечно, брить подмышки. Так, дальше что я взяла? Вот такую маску. Маска для волос. Тут нарисована девочка. Так, и здесь инструкция, как ей пользоваться. Три упаковки. Сначала я взяла ракушку, но потом я решила еще взять яичко белое и яичко такого темно-зеленого цвета. Что это такое? Это ночная маска. Давайте я сначала покажу, что написано на обратной стороне авокадо. Это подтягивающая маска, ночная. Здесь входит в комплект две штуки по 4 грамма. Это уже улучшающий цвет лица, ночная маска. И увлажняющая ночная маска. И вот так она выглядит, когда заглянете в упаковку. Два глаза белых. Белые глаза. Это я поближе вам показала, как они выглядят. Первый лак. Сейчас я покажу, как он красит. Кисточка тут широкая. Номер 30. Следующий лак. Кисточка тоже такая широкая. Это у нас номер был 40. Такой последний лак. Кисточка тоже такая широкая. Тесно вам сказать, конечно, с одним слоем будет смотреться не очень. Лучше наносить в два слоя. Так, ну это базовое покрытие для ногтей от Эссенс. Взяла попробовать гидрогелевую маску для губ. За применение нанесите на сухую чистую кожу губ, оставьте на 20 минут. Удалите маску и приведите легкий массаж для улучшения впитывания. Ну попробуем, в принципе, эту маску. Какой она даст эффект, не знаю. Так что попробуем. Взяла вот такую красивую расческу с разноцветными ручейками. И в чем прикол в этой расческе? То, что здесь есть еще зеркальце. Не то, что она еще маленькая расческа, так у нее еще зеркальце есть. Решила попробовать взять цветной гейт для бровей. Взяла темный. Так как я имею темный цвет волос, более светлый мне не подойдет. Вот решила взять от Эссенс. Вот такая кисточка здесь и вот такой цвет. И еще в подарок дали за то, что я купила несколько предметов от Леди Пинк. Мне дали вот такую расческу. Кстати, с помощью вот такой расчески очень хорошо укладываются волосы. Потому что здесь есть дырочки, через которые проходит воздух во время сушки фена. И волосы хорошо укладываются. Плюс вы можете создать волны или сделать прямыми волосы. Дали мне вот такой еще подарочный сертификат. Вот такие мои покупки были в подружке. Я считаю, что они полезные. Плюс то, что я купила крем для депиляции. Самая нужная вещь сейчас летом. Зимой никто особо не видит. Небритые ноги, небритые подмышки. Но сейчас лето. И нужно, естественно, выглядеть не как обезьяны. Так что будем пробовать. Экспериментировать. По поводу маски для губ. Маска для волос. Но гелево-активный сжигатель жира это просто необходимая вещь. И мне он очень нравится. И маску для лица попробуем ночную. Так что, в принципе, все. А, еще я забыла про шампунь сказать, который я буду пробовать. Это морковный, томатный, кофейный. Вроде бы и все. На этом хочу сказать вам. Спокойной ночи, хотел сказать. Действительно, кто-то ночь, наверное, сейчас смотрит. А я и сказал спокойной ночи. Или доброе утро. Прекрасного вам дня. Солнечного вам настроения. Идите вы лучше на пляж купаться. Но не забудьте побрить ноги и подмышки, и зону бикини. Удачи вам!